Здравствуйте, дорогие первоклассники! Приглашаю вас на самый интересный урок «Естествознание». Тема нашего урока «Как правильно питаться». Сегодня мы узнаем, как правильно питаться и какие продукты питания считаются полезными. Научимся распределять продукты по ступеням пирамиды питания. Проведем исследование. Рассмотрите картинки. Назовите одним словом. Правильно! Хлеб – макаронные изделия. Хлеб ежедневно на нашем столе. В хлебе и макаронах есть углеводы, белки и питательные вещества. Не зря говорят «Хлеб всему голова». Перечислите предметы на картинках. Правильно! Это крупы – гречка, рис, горох, пшено. Из этих круп готовят вкусную и полезную кашу. Рассмотрите картинки. Как одним словом можно назвать то, что вы видите? Правильно! Правильно! Овощи и фрукты. Мы употребляем овощи и фрукты в пищу? Правильно, ребята! Овощи и фрукты мы должны есть ежедневно. Это полезная пища? Конечно же! В овощах и фруктах много витаминов, благодаря которым человек растет здоровым. Рассмотрите картинки. Как называются эти продукты? Это молочные продукты – молоко, кефир, сметана, творог, масло и сыр, а также мясо и рыба. А это полезные продукты. Молочные продукты повышают работоспособность, замедляют процесс старения. В молоке есть витамины, которые делают крепкими кости. Рыба помогает развивать память и внимание. В ней есть фосфор, а мясо – это белок. Без него человеку очень трудно нарастить мышцы, стать крепким и стройным. Рассмотрите следующие картинки. Скажите, что это? Сладости, конфеты, пирожные, пончики. Ребята, а сладости – полезные продукты? Сладости относятся к неполезным продуктам. Они содержат сахар. Сахар сильно повреждает зубную эмаль, поэтому его употреблять надо поменьше. А еще не забывайте, избыток сахара может привести к ожирению. Сахаросодержащие продукты вызывают целый набор заболеваний, вызывающих нарушение работы почек, снижение зрения, поражает кровеносную систему. Если человек не может побороть свое желание ежедневно съедать что-то сладкое, лучше заменить конфеты спелыми или сухими фруктами, ягодами и медом. В наше время закусочные типа фастфуд буквально заполонили улицы современных городов и пользуются невероятной популярностью. Эти продукты вкусны, быстро готовятся и не слишком дороги. Люди, которые постоянно питаются фастфудом, наглядный пример того, насколько вредно такое питание. Например, более 50 миллионов человек в США страдают ожирением. Средний вес человека составляет около 100 килограммов. Особенно это вредно для растущего детского организма. Итак, фастфуд. Виновник лишнего веса. Не содержит витаминов. Неполезное питание. Не способен насытить наш организм. Нельзя есть каждый день. Газированные напитки приводят к ожирению. Содержат много сахара. А теперь подведем итоги нашего исследования. Рассмотрим пирамиду питания, которую разработали ученые для того, чтобы показать, какие продукты полезны для человека. Полезные продукты – это каши, крупы, хлеб и макароны изделия, фрукты и овощи, мясо, рыба, молочные продукты. Неполезные продукты – жир, соль, сахар, сладости. А знаете ли вы, очень полезно свежее молоко кобылы? В Казахстане такой напиток называется салмал. Он лучше всего поднимает иммунитет. Вот теперь давайте ответим на наш вопрос. Зачем нам нужна еда? Людям нужна полезная пища, чтобы расти и развиваться. А сейчас я предлагаю подумать над загадками и определить, какие продукты можно назвать полезными, а какие – вредными. Первая загадка. Может разбиться, может и вариться. Если хочешь, в птицу может превратиться. Правильно, яйцо. Сахаристая рубашка, сверху яркая бумажка. Сладкоежки любят это. Что за лакомство? Это конфета. Следующая загадка. Догадайтесь, кто такая. Белоснежная, густая. Сливки взбили утром рано, чтоб была у нас. Конечно, это сметана. И последняя загадка. Кто напиток этот знает, тот название отгадает. Я зову его Шипучка и зову Вода Колючка. Это газировка. Я уверена, что вы правильно отгадали все загадки. Давайте определим теперь, какие продукты питания полезные, а какие нет. Яйцо и сметана – полезные продукты питания. Конфета и газировка – вредные продукты питания. А сейчас оцените свою работу на уроке. Выберите. Красное яблоко. Все легко и понятно. Зеленое яблоко. Все понятно, но есть вопросы. Наш урок подошел к концу. Сегодня мы вспомнили, какие существуют этапы в жизни человека. Узнали, как правильно питаться и какие продукты питания лучше не употреблять в пищу. Научились распределять по ступеням пирамиды продукты питания. Я уверена, что вся эта информация поможет вам выполнить еще одно задание, но уже самостоятельно. Изучите материал по теме «Как правильно питаться» на страницах учебника 36 и 37. Исследуйте самостоятельно, на каких ступенях пирамиды питания будут находиться продукты, которые вы часто употребляете в пищу. Спасибо всем! До новых встреч на самых интересных и познавательных уроках естествознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова